МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Магадане подвели итоги фотоконкурса «Мобильный маршрут». Организатором выступило региональное отделение Русского географического общества. Мэр Магадана Юрий Гришан принял участие в голосовании на избирательном участке номер 5. 13 сентября в Магадане день выборов депутатов в городскую и областную дому. Начиная с 11 числа можно расписаться в бюллетене досрочно. Дополнительные дни голосования сделаны для того, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции. Избирательные участки работают с требованиями всех необходимых мер санитарной безопасности. На входе у избирателей измеряли температуру и просили применить индивидуальные средства защиты – стерильные маски и перчатки. Есть за что голосовать. Мы должны сохранить на территорию стабильность, стабильность развития. И, кстати говоря, в этом зале мы в течение пяти лет проводили наш городской форум «Вектор развития 2020». Поэтому я хотел бы, чтобы и эти выборы, и новые составы областной думы и городской думы дали на ближайшее пятилетие «Вектор развития территории города». Также 11 сентября в выборах принял участие глава региона Сергей Носов. По его словам, в дни голосования на избирательных участках можно будет привиться от гриппа. Колымчане смогут получить бесплатную вакцину 11 сентября с 13 до 18 часов и 12 сентября с 13 до 17 часов. При себе необходимо иметь паспорт. Процедура вакцинации проходит исключительно на добровольной основе. Готовые избирательные участки. И на отдельных избирательных участках их больше 50%. Параллельно будет проходить еще и вакцинация от гриппа. На мой взгляд, это очень удобно. В дни выборов с 11 по 13 сентября с 7 часов утра на каждом избирательном участке работают камеры видеонаблюдения. Каждый желающий сможет через интернет посмотреть за работой комиссии. В Магаданской области в пятницу заработал 91 избирательный участок. В областном центре 44. Для снижения уровня контакта между людьми будет применяться придомовое голосование. Технопарк «Кванториум» теперь и мобильный. С новым оборудованием дополнительное образование смогут получить дети и юноши не только Магадана, но и всего региона. Мобильный «Кванториум» – это детский технопарк, оборудованный на базе транспортного средства и разработанный в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования. Технопарк является структурным подразделением Магаданского областного учреждения детско-юношеского центра «Юность» и создан для освоения детьми дополнительных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленности. Новое мобильное оборудование собрано под Москвой на Матищинском приборостроительном заводе. Сегодня мобильный технопарк успешно доставлен в Магадан. Новое оборудование осмотрел глава региона Сергей Носов. Затем мобильный «Кванториум» отправится в городские округа. Есть территории, где также дети входят в школу и даже до района доехать не всегда есть возможности, но может быть желания и так далее, тому подобное. И вот туда, прежде всего туда, в такие точки и должен приезжать этот современный тягач с современным оборудованием «Кванториум». Так, чтобы охватить всех детей, всех учащихся новыми формами его обучения, новыми методиками развития. Мобильный технопарк состоит из полуприцепа с 9-метровой платформой кузовом переменного объема. Конструкцию перевозит вездеходный тягач «КамАЗ», который способен добраться до отдаленных населенных пунктов Колымы. В планах команды мобильного «Кванториума» посетить 6 городских округов региона за текущий учебный год. Технопарк побывает в поселках Амсукчан, Сеймчан, Ягодная, Сусуман, Устемчук и Палатка по два раза продолжительностью в две недели. Магаданская область в дистанционном формате присоединилась ко всероссийской неделе приемов граждан по вопросам организации системы здравоохранения в осенне-зимний период в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. На вопросы колымчан отвечали представители фонда ОМС, Росздравнадзора, фонда социального страхования, органов государственной службы в сфере здравоохранения и депутат Госдумы Оксана Бондарь. Отвечая на вопросы, она сообщила, что несмотря на введенные ограничительные меры, властями всех уровней ведется большая работа по своевременному оказанию и расширению возможностей медицинской помощи для граждан. Кроме того, расширен список получателей, стимулирующих выплат. Выделены дополнительные средства, чтобы стимулировать работу врачей в условиях пандемии. Мы им выражаем большую благодарность, что они работают в нелегких условиях на благо нашего здоровья. Также принято очень важное решение о том, что расширен список получателей таких выплат. Это будут ведомства, которые подчиняются Министерству образования. Сейчас очень большая нагрузка на поваров, горячее питание, много перемен работают наши повара, вкусно готовят, как говорят родители. Им, конечно, нужны стимулы для того, чтобы они продолжали работать в таких чрезвычайных ситуациях. Немало звонков поступало и от жителей отдаленных районов. В частности, Колымчан интересовала возможность пройти обследование у специалистов узкого профиля. Так, на сайте Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области размещен планируемый график и врачебный состав выездных бригад. В рамках посещения медиков жители городских округов смогут сделать УЗИ внутренних органов, а также пройти обследование у кардиолога, лор-врача, офтальмолога и многих других. В 2019 году проект Общественной организации работников культуры Магаданской области «Неныл мастера территории» стал одним из победителей конкурса фонда президентских грантов и получил почти 1 миллион рублей. На средства гранта представители НКО провели около полусотни мастер-классов по пяти тематическим направлениям – косторезное искусство, пошив национальной одежды, бисероплетение, создание сувениров и кукол. Все работы должны были быть представлены на декоративной выставке. Однако в связи с пандемией мероприятие пришлось провести виртуально. И это даже, наверное, хорошо, потому что нашу выставку, всех пять разделов, всех пяти мастер-классов увидели, наверное, уже во всей России. Потому что я только вчера закончила отчитываться за второй этап нашего президентского гранта и просмотров у нас очень много. Все говорят, пишут магаданцы – молодцы, популяризируйте, сохраняйте историю и память, и культуру своего народа. С представителями некоммерческих организаций, победителями конкурсов, президентских грантов и областных субсидий 2020 года в библиотеке Пушкина встретился глава региона. Сергей Носов отметил, что победа Магадана в таких мероприятиях является принципиально важной, и общественные объединения могут рассчитывать на содействие в разработке масштабных проектов. В Магадане наградили победителей фотоконкурса «Мобильный маршрут». Творческое состязание проводилось с 10 по 23 августа в четырех номинациях. Город Магадан, живописный край Колымский, люди Колымы и живая природа вокруг нас. В нем могли принять участие все, кто снимает на камеру мобильного телефона и имеет в архиве фотографии, которые отражают красоты Колымского края, опубликовав свои фотоработы в социальной сети Instagram с отметкой аккаунта RGO. В комментарии необходимо было указать номинацию и краткое описание места. Мы надеемся, что такой интерес, проявленный уже не только жителями Магадана и Магаданской области, поможет людям узнать о том прекрасном городе, о тех местах, которые здесь есть, об истории. Ну и как мы понимаем, что это может набирать популярность даже сейчас на примере и не только в нашем регионе, чтобы люди поехали, увидев, что здесь у нас хорошо и интересно. Жюри конкурса проделало немалую работу, так как из-за большого числа фотокарточек в каждой номинации предстояло выбрать только одну. По итогам конкурса были определены четыре победителя. Примечательно, что одним из них стал житель Калининграда, который некогда посетил Магадан и восхитился красотами Колымы. Магаданская команда КВН «Велосипед» поборется за Кубок мэра Москвы. Со 2 по 6 сентября в Крыму проходил президентский арт-фестиваль «Таврида», в котором принимали участие более двух тысяч человек – музыканты, танцоры, художники и комики. В рамках арт-кластера состоялся Кубок КВН «Таврида», в котором приняли участие около 40 команд с разным опытом и форматами, в том числе магаданская команда «Велосипед». Свою историю она ведет с 2012 года. Тогда несколько второкурсников решили объединиться в написании юмористических программ. Весной этого года ребята дошутились до первого канала, а осенью – до серебра в Кубке КВН «Таврида». Все всегда зависит от нескольких условий в течение игры. Допустим, мы можем приехать на игру с материалом, с которым мы стали чемпионами, в одном месте, а в этот день вот так вот сложатся карты, что мы займем последнее место. Все зависит от настроения зала, от уровня других команд, от настроения других команд, от нашего настроения. В этот раз карты сложились лучшим образом. Второе место, выигранное в Кубке КВН «Таврида», дало ребятам возможность принять участие в проекте Первого канала «Кубок мэра Москвы», который состоится в ноябре этого года с перспективой участия в сезоне Высшей лиги КВН 2021 года. Вячеслав Шлыков! Вячеслав Шлыков! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова